МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это все ли успели зарегистрироваться? Да, регистрация завершена. Зарегистрировались у нас все наши участники, наши студенты. В этом году их очень много. У нас превысил элемент, наверное, человек на 150. Это очень радует. Вы предполагали, что такое будет, что столько участников, столько желающих принять участие? Вообще нет. Честно не предполагал, но очень радуюсь, когда смотрю на заявки. А можно запрыгнуть еще в последний вагон? Или все, окончательно, бесповоротно решение принято? Все, мы уже закрыли регистрацию. Регистрация у нас была закрыта Москвой. У нас регистрируются все через систему, которая нам предоставила Росмолодежь. А почему? Какое участие в этом во всем принимает Москва? Потому что наша студенческая весна является оригинальным этапом Всероссийской студенческой весны, которая у нас курирует Российский союз молодежи. В этом году у нас юбилей нам. Я сказала 20-й, я не ошиблась, правильно? Да, да. У нас юбилей в этом году. Нас уже отметили, что мы первые юбиляры. Москва уже готовит нам подарок, то есть нам поздравления. У вас спрашивали, что вы хотите получить в подарок? Или это будет неожиданность? Это неожиданность, конечно же, мы не спрашивали. Мы ждем от них. Ну, буквально 21 марта мы об этом узнаем. Хорошо. Вот в прошлом году участники феста говорили, что эта весна была самой длинной, потому что максимальное количество дней, правильно? Я вспоминаю. Хорошо. А какой будет эта весна? Эта весна будет, наверное, самой массовой. в смысле то, что у нас площадки будут перенасыщены номерами с нашими участниками, волонтерами, организаторами, потому что, как я еще раз повторюсь, юбилейные, да? И все к ней готовились за год. А если вот вспоминать участников, то, ну, географию хотя бы, то есть кто принимает участие, кого мы увидим и с кем встретимся? Есть заявки уже, есть заявки, как бы, ну, и не только с городов наших, ну, со всех наших городов, да, конечно, с наших вузов, ну, и такие, как Волчиха, Благовещенск, Благовещенско-Тальменский колледж, да, вот, и ждем, конечно, заявку, нам пообещали, но вот такие уже крупные уже колледжи, которые с районов, они тоже подают заявки. Ну, тогда давайте перейдем к площадкам. Во-первых, где можно увидеть афишу, если можно, и когда ее можно будет увидеть, чтобы не пропустить те самые мероприятия, которые покажутся зрителям наиболее интересными? Ну, самое главное для нас, что наша афиша выставлена на сайте, краевом сайте Алтайского края. Алтай-регион 22. Да, 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 на сайте Крайового дворца молодежи, управления по делам молодежи. Вот, конечно, социальные сети очень распространили нашу афишу везде, да, вот, ну и мы по всем вузам, по всем площадкам мы расклеили тоже такие обычные объявления. Вот, по расписанию все мы начнем, скорее всего, уже точно. 21 марта это будет у нас концертный зал «Сибирь», открытие юбилейное, вот, наше, где вот у нас уже будет чествование наших первооткрывателей, которые, да, у нас организовали нашу студенческую весну, вот, лучшие номера за все года мы собрали. Да как же вы это смогли? Ну, конечно же, маленько преувеличил, но... Ну, потому что за 20 лет это лучшие номера, это... За последние 5-6 лет мы собрали, да, вот. Ну, грандиозное открытие готовится, и я думаю, будет интересно. Вот, продолжат все по площадке, именно вузы возьмут на себя, да, мы можем попасть на площадки, там, аграрного университета, технического университета, классического нашего университета. А весь апогей у нас произойдет 23-24 марта на площадке ДК города Парнаула. А, подождите, апогей будет немного позже, давайте все-таки о площадках. А вот как-то жеребьевка проходила, или, чтобы понимать, каким образом выбирались площадки, каким образом там будут выступать коллективы? Давайте так вот, чтобы уже было понятно, да, где будут петь, где будут танцевать, где будут читать стихи. Так, ну, поподробнее, у нас 22 марта мы встречаемся, первая площадка аграрного университета, это музыкальное направление, то есть это вокал, весь вокал там будет, да. Площадка педа университета, вся хореография. Вот, мне как раз это и было интересно, давайте по интересам, хорошо, да. Итак, если мы хотим слушать, то мы идем в аграрный университет, если хотим смотреть, да, пластику и оценивать хореографию, то мы идем в педагогический, хорошо, и очень. Если мы хотим увидеть направление оригинальный жанр, это театры мод, пантомима, церковые выступления, да, мы идем в классический университет, вот, если мы хотим увидеть театральное направление, мы идем в технический университет. А как же жюри? Понятно, что мы, как любители, да, со стороны мы будем болеть, естественно, там, дополнительную энергетику, каждому из участников, а вот, что касается какой-то оценочной части, кто этим будет заниматься? Жюри у нас сформировано, жюри по направлениям, жюри с созваниями, с регалиями, там, со всеми, да, вот. Основная масса, конечно, у нас представителей, педагогов Института культуры нашего музыкального колледжа, вот. А какое-то зрительское голосование у вас предусмотрено? Да, в этом году впервые, это мы еще не дошли до этого, да, интересная площадка у нас, 23 марта ДК города, будет площадка, называется, концертные программы, то есть наши вузы, колледжи некоторые, да, будут у нас принимать участие, представляют концертную программу, которая оценивается не только компетентным жюри, но и идет у нас народное голосование. То есть по окончанию всех программ, в социальных сетях открывается онлайн-голосование, за это тоже начисляются баллы и тоже специальное иззывание, да, именно концертной программе какого-то вуза, который победит. А что ждет победителей? Ждет победителей, конечно же, это, ну, признание победы, да, в юбилейной, именно, в студенческой весне, вот. Ну и, конечно же, большие шансы попасть на все российскую студенческую весну, которая будет в этом году в городе Тула, а закрытие будет в студенческой весне в Кремлевском дворце. Павел, ну тогда давайте все-таки об апофеозе, апогее, который пройдет в Барнауле. Завершение фесты 2017, где будет проходить, как будет проходить? Ну, если вы вначале собрали все лучшие номера, там, за прошедшие несколько лет, то чем же будете в конце-то радовать? Будем радовать, как всегда, мы самыми лучшими номерами, которые выиграли в этом году. Вот, у нас они всегда смотрят жюри, нам советуют жюри, какие номера подходят для гала-концерта, который, давайте я уточню, пройдет 24 марта в ДК города Барнаула. Итак, напоминаем, начало у нас концертный зал «Сибирь», начало концертный зал «Сибирь», да, фесты 2017, а закрытие ДК города Барнаула, да, в 4 часа дня, 24 марта. Все правильно, запомнила, ну так, и теперь продолжаем, слушаем. Вот, как обычно, у нас большая конкуренция за попадание туда, потому что мы не можем все номера выместить, нет столько времени, да, там будет проходить награждение еще. Вот, у нас будут, как бы, не только наши, да, награждения, но и голосований, как говорили, онлайн-голосования, да, и наши партнеры. Мы любим приходить на такие мероприятия, да, и выделять своих любимчиков, вот, которые понравились. Ну, а если говорить, ну, студенты у нас не только талантливые, творческие, но у них еще есть и обязанности, учеба и все остальные сопутствующие вещи. Вы, вот, как-то контролируете этот процесс? Если есть долги в зачетных книжках, да, или что-то не сдано, эти люди, они как, принимают участие, или это и есть участники? Пропуски им ставят на занятиях, когда они говорят, да, я на репетиции был, да, это все с 2017, не мог ничего сделать. Разные есть у нас вузы, разные подходы, да, к каждому из студентов, да, но есть, все возможные у нас студенты есть, и отличники есть, которые пропускают, да, вот. Вот, но так-то, смотря, что каждый год одни и тяжелиться, значит, они учатся еще, если их еще не отчислили. Это хорошо, да. Ну, что я могу сказать? Я думаю, что мы встретимся с вами на открытии, кстати, а репетиция будет какая-то, вот такая финальная, где все будут понимать, что делать? Ну, да, конечно, репетиция будет в концертном зале «Сибирь», 20-го числа мы там будем уже знать точно все. Ну, вот, знаете что, приглашайте журналистов на вот эту вашу финальную репетицию, тогда мы расскажем, мы покажем и сделаем так, чтобы у вас не только максимальное число участников было в этом году, но и максимальное число зрителей и болельщиков. Спасибо. Хорошо, Павел, я вас благодарю, удачи вам в делах, студентам привет, участникам привет, ну и, конечно, преподавателям тоже передавайте привет, пусть они не очень ругают участников «Феста-2017». Спасибо большое. Спасибо вам. Я напомню нашим телезрителям, у нас в гостях был Павел Шабалин, руководитель региональной дирекции «Студенческая весна» на Алтае. До встречи.